Продолжаем выпуск. В годы Великой Отечественной войны он перегонял бомбардировщики с Аляски, а в 21 веке уже на пенсии собрал уникальный автомобиль. Житель Ордынки своими руками сделал машину, способную передвигаться по болотам и глубоким сугробам. Конструктору самоучки скоро 90 лет исполнится, а энергии навек вперед. В этом убедились мои коллеги Анатолий Харитонов и Сергей Толмачев. Ну что, поехали! Михаил Григорьевич тестирует болотоход на площадке у ворот дома. Нет ни колес, ни гусениц. Эта техника передвигается на огромных шнеках. Пенсионер усилил привод. Внутри корпуса мощная гидравлика. А сама идея пришла в голову еще советским космонавтам. Королев для спасения космонавтов дал задание своему конструкторскому бюро, а там его один из ребят был мой знакомый, бывший фронтовик. И когда они доработали, он мне позвонил. Ребята новосибирские, ну богатые, купили мне на самолет билет. И я специально летал в Москву на испытания болотоходов заводских. Ехать можно пока только вбок. И то не по любой местности. Инспекторы ГИБДД на дороге точно остановят. Общий вес автомобиля больше трех с половиной тонн. А вот ребра жесткости на шнеках довольно узкие и оставляют борозду. На трассу ему точно нельзя. Асфальт разобьет. Это не вездеход. Это именно снега, болото, ход. А вот к болоту его нужно будет перевозить. Чтобы сделать спецмашину, пришлось продать обычную. Деньгами помогли и местные бизнесмены, и глава района. А вот руки прилагал только он один. Во время войны Михаил Григорьевич перегонял американские бомбардировщики. Таких летчиков было всего 27. После победы летал самим Покрышкиным. Выбирали площадки для аэродромов. Был даже замминистра в Казахстане. И сейчас, 89 лет, работать с тяжелым железом не боится. Здоровья хватает. Приехали домой и насильно увезли. На медкомиссию? На медкомиссию. И что сказали после медкомиссии? Да ничего. Все в порядке. Теперь конструктор мечтает о новом моторе. Сейчас его детище работает на движке от «Жигулей». Потому и елет только вправо-влево. Мощности не хватает. А ему летать охота. Мощность двигателя надо порядка 200. Ну, если в лошадиных силах, то примерно 200 лошадиных сил. А этот? А этот, значит, 67. Дальше больше. Если увеличить крылья и заполнить объем пенопластом, получится амфибия. Машина поплывет. Убрать мотор из салона и будут места для спасателей. Лето обещает стать горячей порой для сибирского умерца. После замены двигателя Михаил Григорьевич собирается испытывать эту машину непосредственно на болоте. Надеется, что это произойдет уже нынешним летом. И она поедет не только вбок, но и вперед. Сергей Томачев, Анатолий Харитонов. Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...